На две вещи можно смотреть бесконечно. На то, как идет дождь и как под ним танцуют артисты театра искушения. Эту перефразу подтверждает и тот факт, что все билеты на концерт театра были проданы за несколько недель до начала. На шоу «Под дождем» побывала культурная столица и я, Анна Руда. Они сдержали свое обещание и вернулись в Гродно с новым галоконцертом. В программе собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра, которому совсем недавно исполнилось пять лет. Пять лет – это большое событие, грандиозное, и поэтому мы к этому событию очень долго готовимся. Сделали новые номера, сделали новые постановки сейчас. Искушения родом из самого культурного города России – Санкт-Петербурга. Высокий уровень хореографической подготовки, техническая ноу-хау и пронзительная искренность заставили гродницев буквально трепетать перед выступлением театра. Театр объездил более 70 стран мира, и везде билеты раскупаются в считанные дни. Критики утверждают, что их успех заключен в симбиозе популярных музыкальных композиций и разностиливых танцевальных номерах. Ведь в программах «Искушения» можно увидеть все – от классических фойте до суперсовременного хаоса. Рустам Надершин уверен, что успех пришел благодаря ежедневному тяжелому труду их творческого коллектива. В этом театре случайных людей нет. У нас есть критерии, да, может быть, я кого-то обижу, но у нас действительно в коллективе только нормальные пацаны с адекватным мировоззрением. Чувство юмора – это обязательно, и не каждый человек может прижиться в нашем коллективе, потому что мы очень любим издеваться друг на друга. Ну, кого-то там водой облили, ну, как бы такие шутки. Беларусь, Латвия, Дальний Восток – концерты каждые два дня, но не каждому под силу выдержать такое. Однако на Лаврах они не почивают и работают над воплощением новых проектов. У нас вообще очень жесткий график этой осенью. Ну, обещают, что весной еще легче будет, хотя уже, я не знаю. До сих пор еще звонят и спрашивают, есть ли свободные даты, хотят пригласить в тот или иной город. Но я уже говорю, извините, только на весну, потому что мы в декабре будем еще готовить новый спектакль. У нас еще нужно время, чтобы подготовить нам новый спектакль, поэтому я в конце ноября просто уже отказываюсь от себя строить. Шоу «Под дождем» – это, без сомнений, визитная карточка театра. Аналогов ему в мире нет. В проливном дожде столько энергии и чувств, что это еще больше дополняет ту энергетику, с которой работают артисты театра. Заслуженный шквал аплодисментов по признанию артистов как нельзя лучше вдохновляет на новые свершения. Они обещают в скором времени удивить нас еще больше. А удастся ли им это, непременно расскажет культурная столица. Существуют ли преграды для реализации себя в творчестве? Бедность, тяжелая работа или лень? Лидия Михайловна Шпекторова уверена, что какими бы ни были условия жизни, если творческое начало живет в человеке, рано или поздно оно вырвется наружу. В Музее истории городницы открылась ее четвертая персональная выставка. Название выставки «Любуйся, родимые свои работы, пейзажи» написано со своей природой, со своей любимой природой. Это такие запечатления в памяти остаются, какие-то картинки. Потом, когда работаешь, все это всплывает и доплощаешь на полотне. Будучи учащейся техникум о легкой промышленности, юная Лида увлеклась живописью. После распределения на обувную фабрику и работы за конвейером, она находила считанные свободные минуты для занятия любимым делом. И только выйдя на пенсию, Шпекрова смогла полностью себя отдать с живописи. И когда я вступила в городинский колорит, вот, можно сказать, какая-то такая отправная точка, и получился такой, ну, можно сказать, прямо чуть ли не взлет, потому что я когда шла первый раз, значит, в областной методический центр, мне встала три работы, у них была рождественская выставка объявлена, и я так просто думаю, ну, пойду, попытаюсь счастья, получится, не получится. У нее получилось. Приняли все работы, которые вскоре были представлены на рождественской экспозиции. Получив признание, Лидия Михайловна будто обрела крылья, и сегодня, несмотря ни на какие преграды, продолжает творить. Да чем хотелось бы работать? Вообще хотелось бы работать. Не сдаваться, не поддаваться, а продолжать работать. Она рисует родные и милые глазу пейзажи, анималистические картины и архитектурные памятники Гродна. А главным источником вдохновения называет белорусскую природу. Появились в коллекции Лидии Михайловны и работы из керамики. Шпектерова полна новых идей и жажды творчества, поэтому в скором будущем мы обязательно увидим новую пятую экспозицию. Подлинные и бессмертные произведения искусства остаются доступными и дарят наслаждение всем временам и народам. А о том, какими произведениями искусства на этой неделе будут наслаждаться гродницы, узнаем из рубрики «Афиша». 24 сентября на малой сцене драматического театра состоится спектакль «Свободная пара». Герой пьесы инженер Мамберти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его свободным, без взаимных обязательств, верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя. 25 сентября состоится открытие 23-го концертного сезона Камерного оркестра «Гродно». В программе «Магия старинного романса» представлены произведения лучших русских композиторов. 26 сентября на малой сцене драматического театра состоится спектакль по пьесе Михаила Старицкого «За двумя зайцами». Главный герой пьесы «Молодой человек» выдает себя не за того, кем является на самом деле. Сын простого цирюльника пытается прослыть образованным богачом и посвататься сразу к двум невестам. Но удастся ли ему это? 27 сентября на большой сцене драматического театра зрители ведет спектакль «Случайная смерть анархиста». Поймали полицейские бродягу-мошенника, а он сумасшедший, но при этом с невероятными талантами. Может почти загипнотизировать любого, может в кого угодно превратиться, хоть в фокусника, хоть в папу римского. И весь полицейский участок верит, и даже в то, что он судья-инспектор, который явился к ним из столицы. 28 сентября на сцене драматического театра состоится концерт под названием «Дамский дуэт на фоне Моцарта». Это музыкально-драматический дивертисмент, рассказывающий о жизни и смерти великого композитора. Каким он был, что за люди его окружали. Потрясающий материал для творчества. В городском выставочном зале продолжается выставка графики Юрия Яковенко «Царство Соломона». На экспозиции автор представил гравюры книги «Песнь песней царя Соломона», написанная на двух языках – английском и итальянском. К каждому изданию график подготовил два блока иллюстраций. Также посетители выставки смогут увидеть иллюстрации к стихам греческого поэта. В Большой Хоральной Синагоге продолжается выставка «Синагоги Беларуси», которая знакомит гродненцев с новыми материалами об истории и культуре белорусских евреев. Это совместная экспозиция Музея истории евреев Гродненщины и Варшавского музея истории польских евреев. В детстве, еще не научившись читать, в свое время мы проводили листы о книге из большой домашней библиотеки и разглядывая необычные шрифты и изображения. Еще в прошлом веке искусство книжной графики находилось на высочайшем уровне, и рисунки, сделанные в технике Афорд, кропотливо создавались умелыми руками мастера. Теперь в век 21-й техника канула в лету, но есть те, кто хранит традиции. Такое необычное увлечение у его человека с необычной фамилией – Егора Шоколадова. У меня близко по натуре, потому что я начинал с рапидографа. Ручка такая специальная для инженеров, архитекторов. Она дает черный цвет и одну тонкую ровную линию. Мастерскую Егор организовал у себя дома. Афордный станок – подарок. Подавил мне ее мой преподаватель. Я ему очень благодарен за это, за эту машину, станок. Сейчас мы закручиваем эти барашки, давление делаем. Слово «афорд» дословно переводится как «крепкая водка». Афорд – разновидность гравюры на металле, которая сочетает в себе ручную гравировку с химическим травлением. Афорд по праву можно назвать одной из самых сложных живописных техник. На создание одного изображения порой уходит целая неделя. Техника Афорта самая, так сказать, наисложнейшая. Работа с ней – это металл. Металл пропустительно – цинк, медь, ну и сталь. Мы работаем с цинком. Металл мягкий. Сейчас мы его отполировали. Тщательно отполировав пластину, ее, как и в медицине, нужно дезинфицировать. Затем, как и настройки, отгрунтовать, предварительно хорошо разогрев на обычной кухонной плите. Сейчас мы быстро лак нанесли, хаотично. Сейчас надо его равномерно раскатать валиком. Сейчас мы идем на балкон, делаем копчение. Комчение делается на балконе, потому что много дыма. На кончике пламени Егор аккуратно, равномерно прокапчивает пластину. Желательно равномерно. Пускай это все стынет. После того, как мы ее закоптили, надо на этой стороне ладони убрать ее от лишнего копчения. Затем наступает этап, с которым в силах справится лишь истинный художник – гравировка. Сейчас предварительных носки эскизов нету. Мы делаем все это экспромтом. Поэтому есть специальные иглы для афорта. Техника афорта известна с начала 16 века. Первые оттиски были сделаны в Германии и датированы 1501 годом. Афорт Дюрера на медиа «Адам и Ева» – образец классического афорта. Подлинного расцвета афорт получил в Голландии благодаря Рембрандту. К слову, в Гродно художников-афортистов всего несколько. Егор же скромничает и пока называет себя лишь учеником. В Китае, в Японии. Это пользуется спросом больше даже иногда, чем живопись. Дома может сесть одна картина живописи и очень много-много разненьких эстампов. Следующий этап – травление. Сейчас мы залили кислоты и опускаем ее. Участки, которые художник хочет оставить светлыми, Егор покрывает лаком. Последний этап – получение оттиска изображения. Бумага влажная, но без отблеска должна быть. С помощью созданного штампа можно сделать много изображений – черно-белых или цветных. В уголке каждого афорта – подпись владельца. Афорт с подписью «Егор Шоколадов» готов. Брех считал, что искусство должно быть средством воспитания, но цель его – доставлять удовольствие. Сложно не согласиться со знаменитым поэтом. Пусть только лучшие и великие произведения дарят вам хорошие и позитивные эмоции. С вами была «Культурная столица» и я, Анна Руда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова